Саламастер Макрумед от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня я хотел бы в прямом эфире затронуть развитие регионов, потому что когда мы озвучим в общем цифры, это, наверное, в целом понятно, но мне кажется более наглядно, когда применительно к какому-то отдельному региону можно показывать, как можно изменить жизнь региона в целом, немедленно, сейчас не 20-30, 20-50 или какие-то длинные долгосрочные обещания давать. Я хотел бы, чтобы вы по-крупному понимали, каким образом можно изменить вашу жизнь немедленно. Мы объявили, что 22 февраля, в 14 часов, в субботу, организуем мы митинг по всей стране. Комплекс требований самый разнообразный, это и пособие для многодетных матерей, и вообще для всех матерей на самом деле, по повышению заработной платы, бесплатное образование государственное, бесплатные медицинские услуги и все прочее. Но я бы его просто озвучил бы одной фразой, что мы призываем вас 22 февраля выйти на митинги с требованием достойной жизни, по сути дела требовать от правительства, чтобы были реализованы программы демократического выбора Казахстана. Они реальные. Более того, я скажу так, что они минимальные по уровню требований. Мы планируем, что когда придет демократический выбор Казахстана, возьмем реальную планку программ, которые можно реализовать в кратчайшие сроки в течение 4 лет. Причем мы расписали пошагово, по годам, каких результатов достигнут именно правительства демократического выбора Казахстана. Именно по годам. Уровень заработной платы, уровень пенсии, какие выплаты и пособия будут матерям, какие будут пособия инвалидам и все прочее, включая жилищную программу, что мы каждый год обязуемся вводить жилье и обеспечить эконом-классу жилье минимум 250 тысяч человек. И за 4 года управления страной, правительство демократического выбора Казахстана гарантированно по очень низким ценам обеспечить жильем 1 миллион человек в нашей стране. По официальным данным, около 2,5 миллиона человек нуждаются в жиле. Ну, в реальности, если смотреть, что называется, правде глаза, то минимум 6 миллионов человек. Почему? Потому что основное жилье, которое у нас есть в Казахстане, она не соответствует международным стандартам, нет воды, нет нормального отопления, топит углем и все прочее. И все эти программы, они абсолютно реальны, их можно реализовать в кратчайшие сроки. Сегодня я на примере Восточного Казахстана хочу показать и объяснить. Многие, наверное, не могут понять, почему же мы живем бедно. И, наверное, это очень сложно управлять. Вот правительство работает круглые сутки, работает и ничего не может сделать. Более того, я уже говорил, что уровень заработной платы, если сравнивать в долларах 2008 года, то текущая заработная плата ниже, чем уровень заработной платы, который был в 2008 году. Мы не просто топчемся на месте, мы откатились назад. Особенно после двух известных девальваций тенге. Итак, возьмем Восточный Казахстан. Многие из вас задают вопрос, как так, такой регион, реальная жемчужина, жемчужина нашей страны. Ну, жители Восточного Казахстана, если они меня слышат, я, безусловно, уверен, что они подтвердят это комментариями. Вот представьте себе, что регион имеет все, горы, озера, реки, леса, степи, ну, просто удивительно уникальная природа. Ну, хорошо, Казахстан огромная по территории страна в мире, девятки крупнейших территорий мира. И, наверное, многие из вас могут сказать, да, у нас все красиво, но, блин, деньги не вкладывает природа, это недостаточно. Но Восточный Казахстан, это тот самый регион, где, по сути, все сбалансировано. Там одна из крупнейших промышленностей нашей страны. Те или иные производства входят в число лидеров в мире, не просто в СНГ, в мире, уважаемые друзья, чтобы вы понимали. При этом страна, имея такой просто удивительный, красивый регион, не может похвастаться, что это действительно жемчужина. Действительно жемчужина, что там можно и жить, имея высокий уровень дохода, имея красивую природу. Что это вообще просто удивительный регион, красивейший, один из красивейших нашей страны, если не самый красивый. Не в обиду будет сказано алматинцам, да? Итак, какие проблемы мучает регион? Первая проблема – это экологическая проблема. Я сейчас специально хочу, чтобы это не звучало, скажем, на память, сказать, какие проблемы в регионе и кто эти проблемы создает. Регион, кстати говоря, не очень большой по численности, с учетом того, что Симпалатинская область раньше была отдельным регионом. И после объединения, вот, собственно, бывшие две области объединились в одну, и там живет около 1,4 миллиона человек. Ну, для сравнения, в одном городе Алматы живет 2 миллиона, в Шимкенте живет свыше миллиона. И поэтому вы понимаете, что область относительно небольшая, всего лишь 1,4 миллиона человек. Притом, достаточно крупные города, где в Ускамегорске больше 300 тысяч человек живет. Достаточно город большой из Симпалатинск, из семей нынешней. Поэтому эта численность не очень большая. Ну, давайте сначала поговорим по экологии. Какие проблемы? Вот смотрите. Какие проблемы сначала у населения? Это заболевания органов дыхания, на втором – мочеполовой системы, на третьем – кожные заболевания. А регион по числу онкозаболеваний стоит на первом месте в Казахстане. Теперь смотрите, что является серьезной проблемой. Смотрите, вот, пожалуйста, Восточный Казахстан входит в число лидеров по загрязненности атмосферного воздуха. Расположены различные промышленные гиганты, топят углем, различные выбросы. И я сейчас их предприятия перечислю. Смотрите, какие вещества нынешний гидрометцентр не очень активно анализирует. Свинец, выбросы свинца, цинка, меди, берилли, урана, хлора. Данных, как они здесь в прессе, пишут – нет. Предельно допустимые нормы разных вредных веществ в 5 раз, в 10 раз, в 15 раз, в 50 раз. А выбросы в воду достигает цинка, предельно допустимые, достигает минимум 50 раз. И вот здесь пишут, что вообще пробах воды, например, цинк превышал предельно допустимые нормы в 140 раз. Марганец воды из Ульбы превысил предельно допустимые нормы в 51,5 раз. Но жители Усть-Камегорска хорошо знают, что в этом городе просто очень опасно жить. Вы можете в интернете увидеть массу видео, когда над городом нависает смог, различные вредные вещества. Я сам в этом городе много раз был. Это вообще удивительно, что такой красивый, уникальнейший регион представляет собой регион, где опасно жить. Опасно жить человеку. При этом, ладно, есть вредные производства, если бы платили бы людям еще серьезную зарплату. Опять же, уровень заработной платы на уровне 100-150 тысяч тенге. Представьте себе. Но при этом, это крупный промышленный центр страны. Не просто области каких-то, ряд областей, именно страны. Там находятся крупнейшие промышленные гиганты. Ну, наиболее известное это предприятие Кассинг. Считается, что им владеет Блинкор. На самом деле, совладельцем этого предприятия является Нурсултан Назарбаев. Это предприятие фактически бесплатно попало в руки Нурсултана Назарбаева, его помощника, управляющий делами президента, помощника. Ну, на самом деле, его кошелек это Булату Тимуратов. Вот есть такое предприятие Кассинг. Официально, по данным, которые они озвучивают на своем сайте, на этом предприятии работает более 20 тысяч человек. Вот Кассинг, более 20 тысяч человек. Есть Ульбинский металлургический комбинат, который делает таблетки для атомных станций. То тоже одно из ведущих, не просто в СНГ, а одно из ведущих в мире. Есть Усть-Камегорский титано-магниевый комбинат. Я их сейчас перечисляю, чтобы вы понимали. Каждый из этих предприятий, которые я перечисляю, или прямо владеет Назарбаев через подставные какие-то фигуры, или он регулирует через государственную структуру типа Самрук Казана или Каза Тампром. Ну, в реальности эти предприятия контролируются им через своих подставных лиц, через управляющих. Вот послушайте дальше. Ну, взять даже промышленные эти предприятия. Там есть филиалы предприятий Казахмыс, медно-химические комбинаты. И именно эти предприятия являются тем самым источником, основным, который наносит вред окружающей среде, природе. И они осуществляют те самые вредные выбросы в атмосферу города и региона. Интересно, что выбросы в атмосферу, например, Павлодарской области считается, что в три раза больше, чем в Восточном Казахстане, именно в Усть-Камегорске. Но с учетом того, что город окружает горы, различные водоемы и все прочее, и Павлодар все-таки находится в степи, то с точки зрения опасности проживания Усть-Камегорск предполагается, что он значительно опаснее. Я знаю, что там существуют разные движения, течения, они безуспешно каждый год обращаются к местным властям. Усть-Камегорский цинковый кабинет, титаново-магниевый и все прочее. Они все время заявляют о том, что вот как-то решили, но в реальности, вы все знаете, ситуация не меняется. Как эти проблемы решить? Конечно же, все упирается в ресурсы, потому что аналогичные предприятия в мире, они не представляют такой никакой опасности. Есть масса всяких экологических способов очистки, фильтрации и все прочее, которые позволяют этим предприятиям в мире работать и не вызывать никаких тех самых проблем, которые существуют в Восточном Казахстане. Итак, вот представьте себе, что Казцинк является основным источником всех проблем. Ну, второе, это бедность самого населения. Если бы люди жили более, имея более высокий доход, понятно, что они бы платили бы больше налогов в бюджет региона, и регион бы нашел бы способы решить проблему, например, отопления углем в регионе. И не было бы тех самых выбросов, которые сейчас присутствуют. Решили бы вопрос газа и масса других вопросов было бы решено. То есть, если бы местная власть, местная власть обладала бы более серьезными ресурсами финансовыми. Итак, в этой связи я хотел бы показать на поверхности. При этом я имею в виду, что не углубляюсь далеко, не анализируя какие-то предприятия, которые есть в самом семье, около семьи, не анализируя еще другие предприятия, их десятки и сотни, которые существуют в этой области. Я беру ключевые предприятия, которые могут кардинально решить этот вопрос по всем направлениям. Какие направления? Во-первых, экология. Во-вторых, доходы населения. Третье, наполнение бюджета области и страны. И в-четвертых, соответственно, повлиять на рост доходов не только региону, но и всей страны. Итак, я хотел бы напомнить, что Косынке работает свыше двух десятков тысяч человек, больше 20 тысяч. Средняя списанная численность на Ульбинском комбинате, если зайти в интернет, около 4 тысяч человек. На Ульском и Горском Титана магниевом комбинате, который такой скромненький баланс ведет и прибыль показывает невысокую. Я хотел бы вам просто для справки сообщить, что это одно из уникальных предприятий не только нашей страны, но и СНГ. Ну и в мире, наверное, даже. Титановую губку они производят и другие тоже составляющие товарной продукции, сырьевой. Так вот, где-то приблизительно в 2008 году БТА-банк имел небольшой пакет акций в этом предприятии. Ну, так получилось, что купили его на бирже по довольно высокой цене. И вот тогда этим предприятием заинтересовались иностранные инвесторы. И я, соответственно, по просьбе этих иностранных инвесторов встретился с директором комбината, с известным Шаяхметовым, покойным нынче. И предложил ему, говорю, слушай, вот, ну я знаю это предприятие, ездил, говорю, ну у вас там, наверное, собственник. Я знал, что собственником это предприятие является Назарбаев. Ну, там оформлено некую бельгийскую компанию, владелись некие бельгиецы. Я ему тогда сказал, что инвесторы предлагают за это предприятие 1 миллиард долларов. Ну, почему 1 миллиард долларов? Потому что на балансе БТА-банк был небольшой пакет акций, и нам важно было этот пакет акций продать, и банк должен был получить прибыль. Но при этом, но это предприятие на нашей фондовой бирже казахстанской оценивалось довольно низко. Поэтому, конечно же, я с Шаяхметовым встретился и говорю, слушай, это предприятие стоит во много раз больше. Поэтому купите у нас вот по этой цене у банка, нам нужно зафиксировать прибыль и все. Он говорит, я не решаю, и познакомил меня с этим бельгийцем, с которым я встречался, по-моему, в Лондоне. И он категорически отказывался. При этом мы эти переговоры провели. Я прекрасно знал, что все крупнейшие предприятия в Восточном Казахстане принадлежат Назарбаеву лично. Даже вот известные автосборочные производства, типа БИПЕК, хоть там стоят номинальные владельцы, вы все должны знать, что собственником этого предприятия автомобиля тоже является Насултан Назарбаев. Все крупные предприятия страны, все крупные предприятия Восточного Казахстана, собственником является Насултан Назарбаев. Вот я, к примеру, говорю. Поэтому, когда эти скромные предприятия оцениваются, вы посмотрите по низкой цене, вы должны понимать, что они просто прячут реальную рыночную стоимость этих предприятий. Итак, если мы возьмем, просто добавим Касцинк, Ульбинский, Титаново-Магниевый комбинат, где-то приблизительно 2700 человек работает, и еще вот такие предприятия, как БИПЕК и так далее, вы легко насчитаете, что только на этих предприятиях, буквально на 5-6 предприятиях, а их там десятки, сотни, количество работающих человек минимум 30 тысяч человек. И вот сейчас, прежде чем я показал, как изменить жизнь в регионе, как действительно этот регион превратить в жемчужину нашей страны, чтобы там приезжали туристы круглый год, чтобы работали предприятия, чтобы были решены экологические проблемы, чтобы люди получали очень высокий уровень доходов, я хочу предложить вам показать, как это можно сделать фактически за год-два. Итак, для того, чтобы решить экологические проблемы, требуются деньги. Я хочу сказать, что основной загрязнитель воздуха это КАССИНК, на котором работает свыше 20 тысяч человек. Вот представьте себе, что это предприятие только за 2017 год показало прибыль порядка около 800 миллионов долларов. Я одном из своих выступлений говорил, что можно сделать. 800 миллионов долларов, и это официальная прибыль, чтобы вы понимали, что в реальности прибыль, конечно же, больше у предприятия, потому что они через разные подрядные компании, через разные схемы еще уменьшают свою прибыль официальную, выкачивают его на свои офшорные компании, чтобы вы понимали реально. И так будем отталкиваться только от официальной прибыли, около 800 миллионов долларов. Так вот, если это предприятие в течение двух лет буквально будет вкладывать по 100 миллионов долларов просто решение этих экологических проблем, через 2-3 года регион вообще не будет знать, что есть такая проблема, как экологические проблемы. Но это касается, в том числе, конечно, и Ульбы, и других предприятий. Я сейчас говорю именно по КАССИНКу. Достаточно официально вкладывать каждый год по 100 миллионов долларов, все, этот регион кардинально изменится. Конечно, да, есть производство, ну, люди отапливают углем, который серьезный вклад в экологическую проблему приносит, серьезный. Я сейчас объясню, как это проблему тоже решить. Вот представьте себе, что это предприятие недоплачивает реальные налоги, налог на прибыль, бюджет страны. Он недоплачивает местные налоги, налоги на имущество, и другие налоги, связанные с разделением между поступлением дохода, делится между республикой, центром и регионом. И вот, собственно, с учетом того, что заниженная стоимость имущества, есть налог на имущество, например, который платится в местный бюджет, разные еще другие выплаты, они на этом предприятии просто занижаются. Вот представьте себе, что теперь я показываю, как можно решить проблему. То есть принудить, чтобы это предприятие, собственником которой является Нурсултан Назарбаев, через компанию Глинкор, чтобы она платила реальные налоги. Реальные налоги. Что тогда будет? То есть 100 миллионов долларов ежегодно отправлять на экологические нужды. Теперь представьте себе, что на этом предприятии работает свыше 20 тысяч человек. Сейчас эти люди получают порядка 100-150 тысяч денег в максимум. Ну, 300-400 долларов. Вот представьте себе, что каждый работающий в среднем получает плюс тысячу долларов к своей зарплате. Плюс тысячу. Для предприятия это вообще тоже ничего. Что такое плюс тысячи долларов? 20 тысяч человек умножаем на тысячу долларов, это 20 миллионов долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев, 240 миллионов долларов. Окей, 250 миллионов долларов. То есть из прибыли 800 миллионов долларов. Если отнять уровень расходов на заработную плату, порядка 250 миллионов долларов, и экологические выплаты, минимум около 500 миллионов долларов еще собственник в лице Нурсултана Назарбаева может получать дивиденды. Но мы недобрые, я считаю, не будем по-доброму разговаривать с Нурсултаном Назарбаевым, потому что он украл это предприятие у нашей страны. Мы должны национализировать КАС-ЦИНК, Усть-Камегорск Титанов Магниевый комбинат, даже компанию типа БИПЭК, которая собирает автомашины. Все, что принадлежит семье Назарбаева, все должно быть конфисковано. То есть вы видите, да? Что как мы решим проблему? Вот мы, правительство демократической выборы Казахстана. Берем КАС-ЦИНК, он в год зарабатывал по 17-му году, по балансу 17-го года, около 800 миллионов долларов. То есть мы сможем всем сотрудникам увеличить заработную плату минимум на 1000 долларов, по 100 миллионов долларов отправлять на решение экологических проблем в год. И у нас в руках останется полмиллиард долларов. Конечно, государство, когда национализирует эту компанию, эти полмиллиард долларов, они просто поступят в республиканский бюджет. Плюс 500 миллионов долларов. Только от одного предприятия. Чтобы вы понимали, бюджет всей страны порядка 25-27 миллиардов долларов, в зависимости от курса. То есть, получается, что полмиллиард долларов даст только одно предприятие. Одно предприятие, вы понимаете, да, полмиллиард долларов, что это такое? Это, ну, например, бюджет, наверное, двух областей. Или, чтобы вы понимали, что такое полмиллиард долларов, налоговое поступление всего Восточного Казахстана составляет свыше 100 миллиардов тенге, около 110-120 миллиардов. 500 миллионов долларов – это порядка 200 миллиардов тенге. То есть, в два раза больше, чем существующее налоговое поступление области может дать одно предприятие. Одно. Вы представляете масштаб того, что происходит? Что украли у страны? Итак, теперь я хочу показать следующее. Я возьму буквально типа Ульбинский металлургический комбинат, Титаново-Магниевый и еще несколько предприятий, и мы посчитаем, что работников на этих предприятиях 30 тысяч человек. Вот представьте себе, что мы правительство принудим, мы, во-первых, все национализируем, и будем платить плюс тысячу долларов к существующей вашей заработной плате. Вот представьте себе, 30 тысяч человек будут получать минимум по тысяче долларов дополнительно. То есть, в три раза больше, чем то, что вы сейчас получаете. Это 30 миллионов долларов в месяц. Умножаем на год – 360 миллионов долларов, которые вольются в экономику региона. Еще раз я хочу сказать, порядка 120 миллиардов тенге, вот то, что я сейчас в интернете посмотрел, это налоговое поступление. Что такое 360 миллионов долларов? Это больше то, что в год поступает вообще в виде налогов бюджета страны, бюджета области. Таким образом, только одно предприятие может в два раза, ну или такой же сопоставимый объем денег хлынет в регион. Что в этом случае произойдет? Если работники будут получать плюсом тысячи долларов, они будут эти деньги тратить у себя в регионе. Покупать одежду, покупать автомашины. Они могут взять ипотеку под такую зарплату, взять жилье. Ну, абсолютно все. Представляете, каждый месяц будут вливаться такие деньги в экономику региона. Что это будет? Это значит, цементы будут больше производиться, будут строить жилье, частный бизнес будет больше продавать одежды, еды и так далее. То есть, вы понимаете, что если они больше производят, больше продают, соответственно, они должны больше нанять людей на работу, это рабочие места. Значит, у них увеличатся доходы, это новые налоги, которые поступать будут как в местный бюджет областной, так и в республиканские. То есть, только одно всего лишь действие заставить эти предприятия после национализации, чтобы людям выплачивали плюс тысячи долларов, а эти деньги у них есть, да, приведут к тому, что и люди будут больше зарабатывать, бюджет области как минимум удвоится, как минимум. И когда бюджет области удвоится, значит, эти деньги пойдут в школы, будут строиться дороги и все прочее, это опять за собой тянет цепочку работы других предприятий. То есть, буквально, одним решением, принудив эти предприятия платить по тысяче долларов заработную плату людям, каждому в среднем, все изменится мгновенно. В течение года вы не узнаете свой регион, потому что вы будете тратить свои деньги, частный бизнес расцветет, налогов станет больше и все это быстро-быстро закрутится. Через 2-3 года вы скажете, что мы видим? Что за регион? Вот как, собственно, мы, когда приезжаем в Дубай, каждые 3-4 года думаем, это что такое? Куда мы прилетели? Это какое-то чудо. А потенциал восточного Казахстана, он просто невероятный. Ну, смотрите, я в одном из выступлений говорил КАС-ЦИНК, да? Они бесплатно эксплуатируют Бухтарминскую ГЭС. Бухтарминская ГЭС, чтобы ее построить, просто построить, уйдет минимум 3 или 4 миллиарда долларов. Это предприятие фактически безвозмездно эксплуатируется КАС-ЦИНКом. Очень низкая себестоимость, дешевая электроэнергия, соответственно, серьезная, большая прибыль на этом предприятии. И получается, что если регион получает возможность, чтобы люди жили богаче, плюс только одно предприятие вкладывает минимум по 100 миллион долларов в решение экологических проблем, через 2-3 года вообще никто не вспомнит, что у вас в регионе были проблемы. Потому что, соответственно, за счет этих доходов, увеличение бюджета страны, области, можно развернуть инфраструктуру, которая позволит людям отапливать свое помещение или электричеством дешевым, или газом. Это вообще не проблема. Понимаете, да? Как можно за несколько лет кардинально решить? А вообще, буквально через несколько месяцев можно вообще увеличить жизненный уровень людей, все развернут. Теперь вы, наверное, мне должны задать вопрос. А что, Назарбаев этого не видит? Он 30 лет управляет страной, он не видит? Да, он, наверное, и не видит. Он слепой. Почему? Потому что перед ним желтые монеты, золотые. Он видит только их и не хочет делиться этими прибылями. И у своих собственников спрашивает, ты сколько в год зарабатываешь? Помните, у него известное есть видео, когда он миттала сидел и вот так сидел, очень довольный, говорил, вот предприятие заработал больше 300 миллионов долларов, год прибыли, отлично, молодец, миттал, все прочее. То есть, его интересует прибыль. Почему? Потому что он эту прибыль потом кладет себе в карман, как акционер. И вот, собственно, это и происходит. В регионе, в Восточном Казахстане, все эти проблемы, они надуманные. Все эти экологические проблемы, которые приводят к смерти людей, наносят угрозу, страшную угрозу здоровью. И этот регион, вместо того, чтобы стать действительно жемчужиной, там какие прекрасные озера, реки. Земли можно продавать очень дорого, приедут туристы и построят свои дома, если правильно построят инфраструктуру. Если действительно не будет выбросов различных, включая цементных заводов, типа Бухтарминский цементный завод. Я сам когда-то в 80-х годах еще помню, а сейчас ситуация не улучшилась. Утром, летом просыпаюсь, и у меня соседи все говорят, снег выпал, снег. Это была моя первая поездка, это в 87-м году было. Я думаю, как это в июне месяце снег. Выглядываю, лежит вот такой слой белого цемента. Мы поднимаемся дальше, ходим по горам, на десятки, сотни, тысячи метров, там километры мы шли, лежит белый слой цемента, выбросы. Вот представьте себе, если мы все эти вопросы решаем, вы все прекрасно, жители Восточного Казахстана, понимаете, что будет гигантский наплыв туристов, будут построены отели, будут построены дороги. Нужно единственное, чего добиться, чтобы не было экологических проблем, чтобы люди получали достойную зарплату, и тогда они эти деньги у себя будут тратить в регионе. Видите, как все очень просто. Кто нам мешает все это сделать? Мешает, ну, Султан Назарбаев, который контролирует власть, который владеет косынком, титаном, магниевым комбинатом. Даже такие перерабатывающие предприятия, промышленные предприятия, которые занимаются сборкой, типа БИПЕК, это тоже его предприятие. Именно поэтому, автомобилисты, уважаемые, вы должны понимать, на импортной машине существуют разные налоги, пошлины, даже так называемый утиль сбор собирает его дочь младшая, Алья Назарбаева. И получается, что владение Назарбаевым крупнейшими промышленными активами в регионе препятствует, чтобы были решены экологические проблемы. Во-первых, препятствует тому, чтобы вы получали заработную плату не 200-300 долларов, а полторы тысячи долларов. Чтобы бюджет области вырос как минимум в два раза. И эти деньги пошли на развитие региона. Кто мешает? Мешает Нурсултан Назарбаев. Когда вы собираете пикеты, возмущаетесь, пишете жалобы, вы должны знать. Местная власть ничего не решит. Министерство экологии ничего не решит. Все эти предприятия, когда отчитываются, мы что-то там сделали, они сделают мизерную часть того, что нужно сделать. Вода отравляется, воздух в ужасающем состоянии, медицина не развита только потому, что именно Назарбаев владеет всеми крупными промышленными предприятиями. И он не заинтересован, чтобы они платили больше налогов. Он заинтересован, чтобы большие доходы к нему уходили в карман. Вот в чем суть проблемы. Поэтому все эти институты власти, природоохранные, ведомства, Акимобластей и все прочее, они не в состоянии эти проблемы решить. Не в состоянии. Я вас заверяю, что любой экономист, выслушав мои слова, он подтвердит, откроет баланс предприятий и увидит. Достаточно, чтобы минимум 30 тысяч человек на 5-6 крупнейших предприятиях получили дополнительно по 1000 долларов доплату к своей заработной доплате. Во-первых. Во-вторых, КАЗ-ЦИНК принудит, чтобы минимум по 100 миллионов долларов были отправлены на решение этих экологических проблем. Во-вторых, национализация этих всех предприятий, которые принадлежат Назарбаеву, бюджет страны даст минимум миллиард долларов. Только одно предприятие КАЗ-ЦИНК даст 500 миллионов долларов в год дополнительных денег. Дополнительных в республиканский бюджет. А в реальности группа предприятий, небольшая, даст минимум миллиард долларов в год. Что такое миллиард долларов? Миллиард долларов это бюджет, наверное, как минимум 5-6 областей. Чтобы вы понимали, что такое миллиард долларов. Ну, средних таких областей. Поэтому вот, собственно, когда жители региона живут беспросветной жизнью, получают маленькую зарплату, когда они себе задают вопрос, а что же делать, как изменить ответ на поверхность. Я вам его даю. Нужно, чтобы эти предприятия платили вам больше зарплату. Соответственно, они будут больше платить налогов. Они решат вопрос, обязаны будут решить вопрос по выбросам вредных веществ. Это очень быстро делается. И тогда ваш регион действительно становится жемчужиной. Сейчас жемчужина Восточного Казахстана, это крупнейшее промышленное предприятие, которым владеет Нурсултан Назарбаев. И он не дает, чтобы именно ваш регион действительно стал жемчужиной, чтобы ваша жизнь изменилась. Я уже говорил, что минимум 1500 человек каждый год регистрируют в Симпалатинской людей, которые заболевают онкозаболеваниями. Первое место в стране. И эта проблема тоже автоматически решается, если мы национализируем эти предприятия. А когда это возможно? Только тогда, когда мы сменим этот политический режим. Построим парламентскую республику, возьмем под контроль народа эту власть. Любой чиновник, премьер-министр и так далее должен назначаться парламентом. Депутаты должны избираться народом. И тогда не будет того, что один человек вечно сидит у власти и его невозможно освободить от занимаемой должности. Видите, что он придумал? Совет безопасности, то есть все, всякие номинальные фигуры. Только для того, чтобы продолжать удерживать власть в стране. Уважаемые друзья, вы меня снова и снова спросите, что же делать? Я регулярно это говорю и вчера написал пост «Рецепт смены власти». Многие из вас говорят, что от митингов толку нет. Вот выходили вчера, позавчера, штрафовали, посадили на трое суток и так далее. Рецепт очень простой. Нам нужно, чтобы около 5% от всего населения, 3-5%, это от 500 тысяч до 1 миллиона, вышли на митинги в городах, в крупных центрах. И все. И мировая практика показывает, что тогда происходит смена режима. Если этот рецепт не исполняется, то есть выходит на митинги тысячи, две тысячи, то действительно результата не будет. Но я опять же вчера приводил пример. Если известно, что мясо должно вариться определенное время, в тепящей воде, а вы его подержали 15 минут в холодной воде, и потом говорите, так она не все удобно, вообще мясо нельзя есть. Это приблизительно так же звучит, как по митингам. Если вышло там несколько тысяч человек вместо полумиллиона, то конечно не будет результатов. Мы призываем вас на эти митинги выходить не ради меня. Мне кто-то пишет, ты приезжай, организуй, вот там далеко сидишь. Мы предлагаем эти митинги ради вас, ради улучшения вашей жизни, ради того, чтобы в стране были глобальные перемены, и высокие доходы, и свобода. И вообще мы можем построить крутую ведущую страну, одну из лучших в мире. У нас для этого есть все возможности. Поэтому, конечно же, когда кто-то говорит, что от митингов нет никакой пользы, они просто заблуждаются, ошибаются, просто не исполняется в полной мере тот рецепт, который существует в мире. А именно, 3-5% от всей численности населения, население у нас больше 18 миллионов, 3% это полмиллиона, 5% это порядка миллиона. Вот такое количество людей должно выйти активно на митинги. 22 февраля, 14 часов, мы организуем митинги по всей стране. Если вы хотите изменить свою жизнь, в частности, вы уважаемые жители Восточного Казахстана, если вы хотите, чтобы были кардинально решены экологические вопросы, если хотите, чтобы ваша заработная плата выросла сразу, 3-5 раз, а она может вырасти, я просто экономику показываю, то единственный способ выйти на улице, добиться смены этого политического строя, изменить жизнь завтра, послезавтра, очень быстро, и мы это можем сделать, наша страна богата не только на природные ресурсы, она богата на умных и образованных людей, которые в состоянии добиться перемен, построить великую, крутую страну, где главной ценностью будет человек, его права и свободы. Поэтому я призываю вас 22 февраля, в 14 часов, на митинги по всей стране. Алга, Казахстан!